Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Слава Господу! Братья и сестры, сегодня благоставляю всех вас во имя Господне. Вот сейчас начнется скоро трансляция уже, включу трансляцию. Очень благодарен Богу за действительно милость Его. Он любит, любит по-настоящему. Бог есть любовь. Это правдушная, настоящая любовь. Искренняя, настоящая, неподдельная, оригинальная. Не подлинники, не копия, подлинник, оригинал. Не воспроизведение какие-то, не списки, не копии. Нет. Настоящая, правдушная. И когда я свидетельствую людям, разным очень людям о Божьей любви, то я, конечно, рассказываю часто то, что Бог в моей жизни совершил. И рассказываю о том, что вот моя встреча с Ним самая первая и незабываемая. Это просто благостовенная встреча. У каждого своя встреча с Ним бывает первая. И она действительно незабываема. Как бы она ни происходила, как бы она ни проходила, эта встреча, она незабываема. Она удивительна. И даже если впоследствии Господь совершает другие чудеса в нашей жизни, эти чудеса, какие бы они ни были великие, они не могут действительно вот этого первого, первого вот этого импрессия, вот этого впечатления убрать, затмить. Первое впечатление, оно самое удивительное вообще. Вот. Для художников, я сам художник вообще по своей специальности до церковной, и для художников самое, конечно, вот это вот важное, раз вот это вот впечатление, вот эта импрессия, которую они хотят передать. Мы желаем, мы художники хотим передать через свои полотна, картины. Даже есть такое течение, как бы, импрессионисты, да, вот именно вот это, даже минуя многие нормы, как бы, реализма, как бы, да, вот порой некоторые художники хотят передать вот это свое чувство, показать его важнее даже, чем вот то, что видит человек глазами своими, реальность. Показать другую реальность, реальность именно своего вот этого удивления, этого ах. И, знаете, друзья, вот первое впечатление, конечно, от встречи с Господом, оно самое удивительное, самое великое. И оно похоже было на то, что, когда вот я учился, допустим, в студии ИЗО, в школе художественной, потом пошел в училище художественное, закончил училище художественное. Но когда учился в школе художественной, я в основном, ну, всегда, фактически, все картины великих мастеров я знал по репродукциям. Ну, и знаете, какие в советское время времена были репродукции? Конечно, это были очень некачественные репродукции, очень низкого такого, полиграфия была в СССР, очень крайне низкого уровня. Вот поэтому репродукции были обычно, чаще всего были очень, скажу так, нехорошие. У меня, допустим, одна из, ну, я любил Леонардо да Винчи, и, значит, и Мадонна с Щегленком у меня были репродукции 5 или 6, сейчас не помню даже, несколько было репродукций. Ну, в общем-то, включая маленькие такие, то есть десяток было разных репродукций, вот, и несколько таких было, так, хороших, я считал, репродукций. Но все эти репродукции, знаете ли, все эти, значит, копии этой картины, как бы, да, вот, значит, именно и воспроизведения, да, полиграфические вот эти вот, вот этой картины, они все были разные. Я приглядывался, я часто рассматривал, и, знаете ли, они были, где-то цвет там, где-то там был изменен, и был вид, я, мне интересно было, какая же она в оригинале, но я не видел тогда оригинальных картин, и вот я однажды, значит, уже, а, да, на первом курсе уже училища художественного, потому что, да, именно, именно, если брать Мадонну Чегленком, то я впервые увидел ее, эту картину, именно как раз вот уже на первом курсе училища уже. Мы поехали в Ленинград тогда, нынешний Санкт-Петербург, значит, и тогда еще было время, конечно, советское, начало 80-х годов, да, самое начало 80-х годов, вот, и для меня был стресс такой, знаете ли, вот от этой встречи с той картиной, и вообще с творчеством Ленардо да Винчи, и других некоторых мастеров великих, вот, прошлого, в Эрмитаже, в Русском музее, знаете, я просто был, вот, заворожен этими картинами, и я не мог оторваться, часами стоял возле этой Мадонны Чегленком, рассматривал ее, вспоминая все вот свои репродукции, которые меня восхищали, конечно, каждый по-своему, вот, где-то в деталях некоторых, знаете ли, цветопередача, я это понимал, была где-то больше, меньше, правдочная, и вы знаете, удивительно, что, вот, когда встретился с оригиналом, то, конечно, это было совсем иное восприятие, я видел движение мастера, его кисти, как бы чувствовалось вот это мастерство, это вот прямо, вот, оно, прям вот, цвет, этот, знаете ли, тонкость письма, удивительно, конечно, все это, и знаете, вот, как на примере вот этом, я могу так тоже разъяснить вам, одно дело копии, пусть даже хорошие, я впоследствии уже, конечно, уже, уже, когда, уже, начало 90-х, уже, конечно, имел уже репродукции уже такие качественные, вот, иностранные, японские, там, американские, значит, альбомы эти художественные, изданные там, и на самом деле полиграфии просто впечатляло, и действительно было очень настолько, вот, как бы, реалистично все, передано сам цвет, я удивлялся, надо же, как вот, на какого уровня достигло полиграфии тогда уже, вот, и знаете, друзья, конечно, значит, но какая ни была бы копия, какие ни были бы, вот именно вот эти оттиски, как бы, или как, ну, репродукции именно, есть все-таки оригинал, есть оригинал, и вот встреча с Богом, это встреча, действительно, переживания оригинала, ни копии, ни оттисков, ни рассказов, как бы, о подлиннике, нет, не мнение искусствоведов, а саму картину, ты увидел саму, сам оригинал этой картины, движение мастера, тонкость письма, и все это ты увидел воочию его душу, и прочувствовал эту душу, и знаете, действительно, это великое чудо, встреча с Богом, она чем не забываем, это встреча с мастером, это встреча с самым великим мастером, с самым великим шедевром, с тем, кто нас создал, это поэтому не забываема встреча, я благодарю Бога всемогущего, этим шабатом, я хочу вспомнить слова, которые в начале месяца Крешвана прозвучали в мое сердце, я люблю тебя всегда, твой небесный папочка, я искупил тебя, твой брат Иисус Христос, я всегда с тобой, Божий Дух Святой, вот эти три слова, я их, знаете ли, вот в течение этого месяца, Кешвана, я просто переживаю, снова и снова, паки и паки, переживаю вот эту особенную такую благодать Божью, слава Богу за все, благоставляю вас всех, дорогие друзья, во имя Господне, да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok